Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 28 лет, у меня такая проблема, что моя мама постоянно говорит, что мне надо замуж, что это говорится постоянно. Сейчас начала говорить о том, что я набрала вес, и да, я немного набрала вес из-за личной жизни, и о том, что говорит моя мама, я стала употреблять алкоголь. Я понимаю, что делаю неправильно, но ничего поделать не могу, из-за этого у меня не складывается личная жизнь, я переживаю, иногда даже плачу. Я стараюсь искать позитив, но не получается. Что мне делать, и да, я живу отдельно, а мама как мне не испытывать стресс и быть в гармонии с собой? Такой вот вопрос. Ну чтож, давайте мы с вами по порядку. Значит, вы пишите, что мама постоянно говорит, что надо замуж. Ну, смотрите, как минимум, это подразумевает факт того, что вы с мамой общаетесь постоянно. То есть, как минимум, это подразумевает тот факт, что ваше общение с мамой, да, оно, судя по вашему описанию, да, оно никак не регулируется. То есть, вы сами не корректируете, не ограничиваете, не дозируете, если угодно, свое общение с мамой. То есть, но она бы не говорила постоянно про замужество и про что угодно еще, если бы вы, ну вот, с ней бы постоянно бы не общались. Ага, поскольку вы своей мамой, очевидно, вот, как раз общаетесь вот постоянно, то она вам, собственно, это говорит. И возникает, ну, невольно возникает вопрос такой, да, а как же, как же, вот, как же, ну, так получается, что общение с нами, да, никак не регулируется вам, для чего вам постоянно общаться с нами, зачем, вот. Это первое. Это первое. На что хочется обратить внимание. Второе. Второе. Нас хочется обратить внимание. Значит, как вы реагируете на то, что она говорит вам о замужестве. То есть, ну, она говорит, что вам надо, там, выходить замуж, ну, и, и, как бы, что дальше. То есть, она говорит, может, ну, наверное, все что угодно она может говорить. Ну, почему вы-то, на это, так, так реагируете, вот. То есть, как вы реагируете на ее слова. Слова о том, что вам, вот, ну, что вам нужно, вот, замуж. Вот. Действительно, это, на мой взгляд, очень важный момент. То есть, вы реагируете обиды, вы реагируете с страхом, вы реагируете еще, еще как-то, ну, как-то, да. Вот. На мой взгляд, это нужно обязательно поисследовать, чтобы понять, да, о чем идет речь. Потому что, вот, ну, пока, пока не понятно, пока не очевидно. Вот. Эм. Такая вот история. Эм. Ну. Эм. Эм. На мой, по крайне меры взгляд. Да. Эм. 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 Дальше, идем. Следующая момента. Значит, эм. Сейчас начала говорить о том, что я набрала вес. И да, я немного набрала вес. Пишите вы. А дальше, вы пишите, что из-за личной жизни. Я там уже говорю, мама, я взял опыт область алкоголя, вот здесь возникает интересный момент. Он этот момент звучит следующим образом. Обнашает ли это то, что вы употребляете алкоголь из-за личной жизни, как вы говорите? Обнашает ли это то, что вас этот вопрос тоже волнует? Вот что интересно. Если волнуют, то как, если волнуют, то чем, если волнуют, то почему. Понимаете ли? Понимаете ли? Какая же буква. То есть тут вот, как мне кажется, весьма важно на это обратить ваше внимание. Чтобы вы постарались это увидеть, как конкретно вы переживаете? Из-за своей личной жизни. Может быть дело все в том, может быть, что вы как-то вот тоже переживаете относительно своей личной жизни. То есть для вас это тоже больная тема. Ну, возможно. В таком случае мама просто говорит и вот, условно говоря, показывает вам. Как бы вообще, ну вот... Собственные страхи. Возможно. Понимаете да? Какая штука. То есть это как-то связано здесь, но я пока не очень понимаю как это связано, а об этом вы ничего не говорите. То есть об этом вы ничего не пишите, то есть понимаете да какая история, момент войны, момент серьезный, но вы как-бы об этом ничего не говорите, а это серьезно. Значит вы пишите о том, что начинает употреблять алкоголь, и в вашем случае это понятно, потому что алкоголь с одной стороны нужен вам для того, чтобы почувствовать себя как-то вот лучше, т.е. алкоголь в данном случае получается вам как-то вот, ну, заменяет, да, вот эту вот любовь, может быть, которую, ну, которую вот мама как-то вам в данном случае не дает. Вот, т.е. алкоголь, ну, алкоголь вот вам как раз позволяет как-то вот получить, да, то, что вам не хватает, в данном случае одна. Ну вот, т.е. вот это в принципе, ну, понятно, достаточно понятно такое, о-о-о-о, понятно поведение. Ну, конечно, другой вопрос заключается в том, что вам это ничего не даёт, то есть это другой вопрос, что вам это ничего не несёт, то вы ничего, как бы, не получаете. Опять, это по сути дел просто, ну, срагал. Вот, и понятное дело, что проблемы не решают, то есть тут в данном случае всё достаточно очевидно, вот. А вы, судя по тому, что описываете, склонны сюда, ну, как-то вот, видите, как я вижу, как я вижу, вы склонны сюда винить, вы склонны себя обвинять, вы склонны, склонны, как-то вот, себя, ну, вот, корить, понимаете ли, понимаете ли, ну, и, в общем-то, это, как мне кажется, совершенно не очень важно в данном случае, очень важно в данном случае в этом разобраться и увидеть, что очень цель, наверное, и возвращает, чуть вправе вины, вот. И, наверное, ну, как бы ощущение, да, ощущение такое вот ощущение, чувство, что вот вот, у вас вот. Что-то с вами не так, какая-то, какая-то вы, ну, не такая, вот. Отсюда могут быть трудности с, значит, самореализацией, вот, отсюда могут быть трудности с восприятием в себе, вот, отсюда может быть очень много, еще, ну, проблем с проблем, вот, которые, ну, которые, которые вы, в принципе, можете даже не замечать, к сожалению. Ну, то есть, вот, просто не продавать этому значению. Вот, хотя это очень-очень и очень важно, это очень-очень важный момент в данном случае. Вот, понимаете, да? Какая штука. Дальше. Из-за того, что не складывается личная жизнь, я переживаю и даже плачу. Ну, например, здесь момент, в чем вы повторяете, как бы, за своей мамой то, что самое главное, это вот для вас выйти за вами. То есть, по сути, вы транслируете, ну, по поведению, точку зрения вашей мамы. По сути дела, вы транслируете ее, ну, впечатение, может быть. Так можно сказать, ее впечатение, ее взгляд, просто вот, ну, повторяется. И вопрос ключевой, который вам нужно здесь себе задать, на мой взгляд, заключается в том, а насколько, 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 так ли вы согласны, в общем и целом, со своей мамой. То есть, такое ощущение сейчас складывается, как будто бы вы центрируетесь только на замышестве и на личной жизни. Ситуация заключается в том, что никогда это ни к чему хорошему не приводило. Когда человек, да, он, вот, центрировался только на, значит, своей личной жизни. Потому что помимо личной жизни всегда есть вот этот вот аспект и еще. Ну, собственно, собственно вас, помимо личной жизни, есть еще аспект. То есть, того, какая я. Ну, вот, я сама, например. И если в данном случае вы никак вот это, скажем так, не разграничиваете, ну, не воспринимаете, да, не видите, то, конечно, у нас в этом смысле будут трудности, у нас в этом смысле будут проблемы. Ну, это нормально. То есть, тут, по сути, вы себе обысениваете. Да, обысениваете вы себя, ну, довольно серьезно, довольно сильно. Не знаю, видите ли вы это, замечаете ли вы это, или нет. В этом смысле мы, ну, факт на лицо. Вот. Что есть? Мама, по большому счету. Получается, как бы давит вам на больную листью, ну, по сути, по сути дела, и это очень важно, чем глобально для вас это больная листья. Ну, чем оно болит, чем оно, чем оно, чем оно, чем оно болит, да, вот. Понимаете, да? Ну, дальше, на что мне хочется обратить внимание еще, вот вы пишете, значит, что, ну, испытываете стресс, да, на что чувствуете стресс и так далее. Вот, ну, достаточно легко вас понять, когда, вот, что вы, ну, что вы чувствуете этот самый стресс. И вы хотите его чувствовать. Вы не хотите его чувствовать. Вот. То есть, как сделать так, то есть, пишите, как сделать так, чтобы вот его не ощущать. Так вот, момент здесь заключается в том, как мне кажется. то есть, что вам необходимо больше внимания уделять себе. Сейчас вы очень много внимания уделяете, ну, перспективе возможностей или невозможностей выйти, собственно, за, вот. Теперь то, что вот вас прям волнует. То, что вас вот прям беспокоит очень сильно. Но на каких основаниях вы будете выстраивать отношения с мужчиной, если вы не заботитесь в этом смысле о том, чтобы реализоваться? Вот. На каких основаниях вы будете выстраивать отношения с мужчиной? Вот. В общем, да. Ну, вот. Это очень важно, как мне кажется. Потому что, если вы хотите выстраивать, ну, выстраивать отношения с мужчиной достаточно гармонично, да, если вы хотите быть, так скажем, счастливой в отношениях. То, что имеет, сможет, развиваться самостоятельно, наше выбор, то будет ли, от него зависимо. Понимаете? Какая штука? Я имею в виду зависимо от мужчины выборки. Вот. Ну, как вы понимаете, ничего хорошего. Из этого не получится. Для вас, по крайней мере. Вот. Вот. И счастливой виной поработать с личными границами, поработать тоже с личными границами, поработать, ну, необходимым вам. Ага. Ступай. Номи. Как-то, вот, нет. Возможно. А, ну. Говорит, нет. А, там, где это номи. Сейчас есть такое ощущение, что вот вы, ну, маме вообще не можете сказать ничего. Вот. Как-то она вам что-то говорит, вы, там, ну, гипотетически с ней соглашаетесь, да, и все. Хорошо. Она, вот, что называется, для вас авторитет. Ну, в этом смысле вы, в этом смысле вам нужно больше, как мне кажется, полагаться на себя. Ну, вставать, полагаться на себя. Ну, вот, а не на ту же маму, у которой есть. Ну, в принципе, свои цели, задачи. И, которая вообще-то, который, 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 который вообще-то нужно как-то вот, наверное, в своей жизни больше жить. Они, ну, ну, они вас как-то вот подавляют, да, условно говоря. Поэтому, тут, конечно, довольно много, довольно много работы. Есть. Вот. Вот. Ну, в целом, как мне кажется, совершаемо. Главное, чтобы, чтобы у вас было желание. работать над собой. Потому что, ну, пока, я, например, пока не знаю, есть ли у вас желание над собой работать или нет. Ну, и я очень надеюсь, что из моего ответа вам будет понятно примерно следующее, вот, что вам не нужно избавляться в этом смысле. Вот. Стрессом. Потому что стресс как раз таки дает вам возможность не забыть стресс. стресс дает вам возможность не забыть о тех трудностях, которые вы сейчас испытываете. Ну, понимаете, да? И если, ну, если так получится, если так случится, что вы сейчас, ну, если, ну, перескните, впитывать, например, стресс, то проблема не будет решена, к сожалению. Вот. Вот. Решать. Решать, решать идиюнь необходимым. Вот. Решать, решать идиюнь необходимым. Вот. И это будет. И вот, для этого требуется работа. Ну, вообще, вот. Ваши, вот. Индивидуально работа над собой. Ну, вообще, вот. Индивидуально работа над собой. Буду вам благодарен за обратную связь по умному ответу. Это позволит вам начать над собой свободно. Желаю всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.